Друзья, всем привет! На этом канале меня не было просто миллион тысяч лет. Я просто не знала, что сюда снимать. И я до сих пор не определилась с этим каналом в плане контента, потому что я хочу сюда снимать, но я не знаю, как это всё должно выглядеть. У меня были идеи с влогами, но в том месте, где я живу, невозможно снимать нормальные влоги. Да и из меня хозяйка такая, знаете, отвратительная. Мне, например, стыдно показать всё, как у меня есть. Но при этом убираться до идеального состояния, чтобы это можно было показывать в видео, мне порой просто лениво. У меня, например, со вчерашнего дня грязная раковина. И я понимаю, что такое, сами понимаете, снимать на видео, словить просто кучу хейта за то, какая я плохая хозяйка. Меня по жизни это не смущает, моего мужа это по жизни не смущает. Поэтому я именно для видеоконтента просто не знаю, как свою квартиру подстроить под формат, например, тех же самых влогов. Приходится постоянно убираться, заниматься уборкой. А это реально куча времени тратится, потому что у меня для уборки есть какие-то свои определенные временные промежутки. Ну, в общем, ладно, не буду об этом. Про этот канал тоже не буду долго рассусоривать. У меня сегодня прям очень сильно важная, животрепещущая тема. Она важная, прежде всего, для меня. Возможно, кто-то послушает мое видео и тоже подумает и решит, что, да, эта тема ему близка. Эта тема такая, я бы сказала, на грани отчаяния. То, что я сейчас буду говорить, в таком случае я не пытаюсь как-то себя оправдывать или что-то еще. Сейчас, в данный момент, очень сильно запутавшийся человек по жизни. Я не до конца знаю, чего я хочу после всех событий прошлого года, которые у меня были. Или я не знаю, что я хочу, какая должна быть моя дальнейшая жизнь. Мне нужно найти как-то мотивацию жить дальше, не сдаваться, не обращать внимания на все, что происходит вокруг. Ну, в общем, мне очень нужно прийти и в порядок, и себя прежде всего привести в порядок. Идея этого видео, она появилась, скажем так, из момента, из факта, из фразы «последний шанс». Даю себе последний шанс. Я тут пошла к врачу с проблемами, у меня на левой ноге есть варикоз. И я хотела этот варикоз убирать, мне и по показаниям нужно его убирать, вену склеивать или удалять лазером. В общем, есть проблемы, ну, как бы довольно-таки серьезные. Если с этой веной, говорю, пока ничего не делать, это может быть высокий очень риск тромбозов. Пришла я в государственную клинику к хирургу сосудистому, и он на меня посмотрел, посмотрел на мою вену, говорит, да, есть проблемы, отроливали. Но мы вас оперировать не будем, у вас слишком большой вес. И с вашим весом могут быть различные всякие трудности, в плане того, что, во-первых, убирать вену, которая еще как-то, грубо говоря, работает плохо, потому что для такого, можно сказать, большого тела нужно больше крови, больше кровообращения. И некоторые операции, как там заклейка вот этих вен или лазером они склеивают как-то, это может быть бесполезно, потому что вена может расклеиться из-за вот именно объема. Во-вторых, при операциях, подобных в моем весе, высокий риск тромбоза глубоких вен, а это, соответственно, риск, скажем, отправиться, как сказал хирург этот, что 9 из 10 людей, у которых происходит такая ситуация, они сразу на небесах оказываются. Вот, я, соответственно, не хочу, меня, конечно, напугало, ну, как напугало, он говорил очень все правильно и хорошие вещи, и он говорит, что вот приходите, когда будете весить меньше 90 килограмм, тогда мы вам все уберем, и все у вас будет замечательно, и пройдет эта реабилитация легко, вам нужно сейчас заняться собой, похудеть, и пока не поздно, давайте, у вас вообще все, что у вас, посмотрел какие-то мои анализы, ну, как посмотрел, так вот, скинул взгляд, сказал, что у вас ничего такого нет критического по здоровью, в плане, вообще, ну, по анализам, ну, по всему, у вас просто метаболический синдром, да, мне об этом говорили, у меня метаболический синдром, все, что вообще происходит в моем организме, и все сбои, все абсолютно практические сбои, они именно завязаны на моем лишнем весе, если я похудею, грубо говоря, практически все пройдет. Кому так же говорили, как и мне, я надеюсь, что, я надеюсь, что в моем случае это действительно так, а не просто какие-то серьезные заболевания, они пропускают мимо и говорят, ах, пройдет, когда похудеете. В общем, я не знаю, я не знаю, как на самом деле, многие врачи мне это говорят, кто-то мной занимается, кто-то мной не занимается, все очень сложно в плане здоровья, помню, года два назад, когда у меня были там какие-то с почками проблемы с анализами, собирался даже какой-то консилиум профессоров, и такой дядечка, прям весь седой, уже явно умный какой-то профессор, он мне говорил, что вот все-все-все поможет, только вот похудей, и все пройдет. И сестра моя, которая доктор медицинских наук, мне, в принципе, говорит то же самое. Похудеть сложно. Мне предлагали уже не в первый раз бариатрическую хирургию, что моя сестра двоюродная говорила, который врач, что вот этот врач-сосудистый хирург говорил, что бариатрическая хирургия, хирургия, кто не знает, что такое бариатрическая хирургия, это когда, есть разные способы, когда урезают часть желудка, когда вырезают часть желудка, не буду показывать на себе, либо опускают в желудок баллон, который занимает большую часть желудка, и, грубо говоря, вы меньше едите, еда сразу проходит там дальше, все направлено на то, чтобы меньше кушать. Я понимаю, что я могу, да, в любой момент пойти на эту бариатрическую хирургию, возможно, мне даже сделают ее по квоте, то есть бесплатно, найти возможность такую я смогу. Даже, в принципе, если платно, я тоже смогла бы позволить себе сделать эту операцию. Но для меня, чисто в моральном плане, это как будто бы я признаю, что я настолько не могу контролировать себя, свою жизнь, и ничего в этой жизни не подвластно мне, что мне приходится прибегать к такой операции. Сила воли, наверное, тут можно применить, скажем так, это словосочетание, хотя я не очень люблю вот это сила воли, сила воли, я не очень-то люблю эту фразу, оно не совсем правильно и характеризует вообще всю ситуацию по поводу силы воли. Но курить-то я бросила, там тоже нужна сила воли. Решила, что все, я не буду курить, я не курила. Здесь немножко вообще другая ситуация, тут и психологических очень много аспектов, и всего остального. И для меня бариатрическая хирургия – это какая-то крайняя мера, когда я пойму, что все, я сдалась. Я сдалась на 100%. Я просто ничего не могу, я сдаюсь. Вот для меня что такое бариатрическая хирургия. Я себе дала 2 месяца. 2 месяца для того, чтобы подумать, нужно ли мне делать бариатрическую хирургию и сходить на консультацию. 2 месяца для того, чтобы сдвинуть что-то с мертвой точки. Если у меня за 2 месяца, то есть до конца марта, до конца марта, если у меня получится сдвинуть мои мысли, мое отношение к себе, мое отношение к еде, мое отношение к физическим упражнениям, ко всему этому, если у меня получится сдвинуть все с мертвой точки, то я буду действовать дальше, дальше, дальше. Если у меня за эти 2 месяца вообще будет ноль изменений везде, по всем аспектам, то есть и в голове, и в физических каких-то вещах, то есть я не похудею там ни на сколько, то, соответственно, я буду думать в сторону бариатрической хирургии, буду думать в сторону операции и хотя бы консультации с бариатрическим хирургом. Я говорила про проблемы со здоровьем, говорила про метаболический синдром, который у меня выявляется, и насколько ужасно быть в лишнем весе, в таком весе, как у меня. Сейчас на, вот у меня тут было записано 21.01, мой вес 119,8, ну 120 кг, что там 200 г, это в туалет сходить. Это, слава богу, не самый мой максимальный вес, самый мой максимальный вес, который я видела на весах, был 123 с чем-то, с копейками. Возможно, там до 125 доходило, но я это просто не фиксировала. Пока я вешу вот ровно, считайте, 120 кг, ну чуть меньше. 119 все-таки звучит приятнее, чем 120. Так, по поводу метаболического синдрома, это, я вот даже зачитаю то, что я тут написала, да, это гипертония, проблемы с гормонами, инсулинорезистентность, проблемы с суставами, варикоз, грыжа в позвоночнике, онемение вот через меня, да, что у меня, у меня онемение левой части тела, иногда это лицо, рука, нога, то есть вот вся эта левая часть, у меня и варикоз на левой стороне, все на левой, все вот здесь вот. Я еще даже, наверное, не все вспомнила, не все записала, что меня тревожит. Помимо всего прочего у меня, конечно, это с метаболическим синдромом не связано, но у меня связано это с другими вещами, у меня супер повышенная тревожность сейчас, просто мне приходится принимать препараты против тревожности. Супер минимальные дозировки, это не антидепрессанты, потому что пока я не готова пить антидепрессанты, да, я принимаю это, пока что мне это нужно, мне без них, к сожалению, пока тяжеловато. Меня они реально вытаскивают из вот этого состояния, из момента с паническими атаками и так далее. По поводу питания. Вчера жрала вообще все подряд. Ну, бывают такие дни, когда ты не можешь остановиться, тебе все время хочется есть, я не знаю, возможно, это связано с каким-то днем цикла, фиг знает. Это возможно, а возможно и нет. Бывают дни, когда я ем абсолютно нормально, не переедаю. У меня, слава богу, срывов с компульсивным перееданием давно не было. Прям вот так, чтобы я взяла и очень много всего сожрала, у меня не было давно. И я, господи, спасибо большое. В январе был один раз, я очень сильно об этом пожалела, потому что я съела пачку сосисок, мне стало очень плохо в плане физическом, я прям почувствовала, потому что, скорее всего, у меня подскочило давление, подскочил сахар. Я прям была максимально недовольна собой. И вот эти все физические ощущения, которые раньше при переедании, при таком глобальном переедании, я не ощущала или точнее игнорировала их. Сейчас малейшее переедание, даже на праздников Новый год. Хотя я опять-таки старалась там не переедать, просто есть, ну, как бы, ну, конечно, в любом случае я съедала больше, чем надо, но старалась все-таки не перебарщивать, не делать так, чтобы у меня прям было больно в животе от того количества еды, что мне было бы не вдохнуть. Я бывала, кстати, и так переедала, что мне было прям не вдохнуть. Я стараюсь, очень сильно стараюсь. Стараюсь есть какую-то полезную, правильную еду. Я не толстею, не набираю лишний вес, но я хотя бы замечаю, когда я ем меньше, что у меня там и лицо посвободнее, нету такого, знаете, отдутловатого какого-то лица, то есть вот этих отеков сильных, жутких. Сейчас у меня, кстати, отеки есть, я вот на ноге проверила, надо там надавить, и если мятинка остается, то отеки есть, и да, к сожалению, мне пока до конца от этих отеков не избавиться. В общем, я буду стараться хотя бы в уме подсчитывать калории и стараться не переедать, потому что вот такой подсчет калорий я иногда срываюсь. Я думаю, что я буду этим заниматься, может быть, через день, через раз, но без какого-то острого фанатизма. Так, во-вторых, по поводу зарядки. Зарядку каждый день. Один-два дня могу пропустить, но это я, кстати, не думаю, что это какой-то грех. Бывает такое, что мне нужно с утра куда-то срочно уйти, но я просто не успеваю делать зарядку, потому что в такую серость и в такое говно, которое сейчас происходит в Санкт-Петербурге, очень тяжело встать. Мой муж, который встает каждый раз полседьмого утра, это просто герой. Даже за это ему стоит просто памятник героически ставить. Я встать так, ну, если бы мне нужда заставила, конечно, я бы могла вставать, безусловно. Но это очень-очень тяжело. Ну, я, по крайней мере, точно бы не смогла ничего делать, если бы вставала всё время там полшестого, полседьмого утра. Иногда мне приходится уехать из дома в девять. Я, конечно, зарядку не успеваю сделать, но когда мне не нужно никуда, вот, например, сегодня у меня день съёмок, сегодня я целый день дома. И я знаю, что я, например, уже встала, сделала зарядку, позавтракала, докрасилась, не села снимать видео, что я сейчас доснимаю видео, и я думаю, что у меня будет тренировка. Я тут тренировки стала делать, я с собой горда. На канале Тани, Ти Джим, я на неё очень... Вы даже не представляете, сколько давно я на неё подписана. Вот, наверное, сколько её канал, столько я на неё подписана, ещё когда она жила в Украине, когда она ещё что-то там снимала непонятно что. Я уже даже не помню там про волосы, что-то я смотрела какие-то её видео. И она там частично там про питание снимала. Я вот, ну, следила за всеми её перемещениями по миру, то в Таиланде, то в Америке, то в Дубае. Вот они сейчас с мужем. И я видела все эти бесконечные тренировки на её канале, но я не смотрела эти тренировки и не тренировалась по ним. У неё как-то так, не так сильно давно вышла тренировка 10 тысяч шагов за полчаса. Я ещё тогда тренировку заприметила, подумала, что, ммм, наверное, она бы мне подошла. И, знаете, да, я пару раз уже её делала. Наверное, раза четыре. И, представляете, к моему студу, я первый раз, когда её делала, я не смогла сделать больше 10 минут. Да, там получается 60 раундов, и я сделала 20. Это 10 минут. И потом я стала увеличивать, увеличивать, увеличивать. И в итоге я сделала, наконец-то, целиком всю тренировку. Правда, под конец там были прыжки. Прыжки я не делала, потому что я просто боялась, что если я со своими коленками, у меня с суставами проблемы, у меня артроз коленей второй степени, я боялась, что если я со своим весом 120 кг прыгну на мои бедные коленочки, то я их сломаю, что-то им поврежу, поэтому прыжки нет, прыжки нет. Вот так я вот подскакивала, подпрыгивала, но это были неполноценные прыжки. Весь вес я не хочу. Вот так вот травмировать свои ноги, это ни к чему хорошему не приведёт. Но я сделала всю тренировку почти все полчаса, то есть, за исключением вот этих некоторых упражнений, то я там их заменяла. И сегодня планирую её сделать. Мне потом, правда, пару дней болела спина из-за непривычки, но сегодня уже не болит. Так что классно. Я буду. Я очень хочу. На улицу? Я бы пошла на улицу гулять, ходить там. Я бы час взяла наушники в уши с аудиокнигой, как я люблю, и пошла гулять. Но вы не представляете, какая там срань. На улице в Петербурге сейчас просто говно собачье. Там нельзя, там невозможно гулять. Просто это... Мне не хочется туда выходить вообще. Как только будет получше погода, я обязательно буду ходить гулять. Сейчас это невозможно, сейчас это ужасно. Ну, если мне приходится куда-то идти, я, конечно, иду пешком. Я не отлыниваю, я иду. Я даже практически зимой сейчас не езжу на машине. То есть я, если мне нужно куда-то там в поликлинику или куда-то сходить, я реально иду. Иду, да. Пускай это будет не быстро, но я иду. И это пускай даже тренировкой не назовёшь, потому что по снегу невозможно быстро ходить, по льду невозможно быстро ходить. Я была тут в центре, ездила по делам, и я охренела. Я охренела, потому что я чуть там 10 раз не наебнулась, 10 раз там, не знаю что, не попрощалась с жизнью. И идёшь вот так вот просто. И всё напрягается. Ну, наверное, это, наверное, лучшая тренировка, потому что реально напрягается всё, от спины до, блин, пальцев ног. Просто на середине моего рассказа перегрелась камера. Пришлось немножко подождать, пока она снова заработает. Уже не помню, про что говорила, потому что просто был поток мыслей. В общем, ладно, неважно. На самом деле пора, наверное, это видео заканчивать, потому что всё, что я хотела сказать, я сказала о моём, скажем так, последнем шансе самой себе. Опять-таки не хочу верить в то, что я слаба. Я верю в то, что я сильная, я верю в то, что я могу с этим совсем справиться. И знаете, я вот когда это всё писала, меня это вдохновляло, имеется в виду сценарий к этому видео, когда я сейчас вам об этом рассказываю, меня это ужасно вдохновляет. Я подумала, что если я постоянно буду вот так вот себя подбадривать, пускай вот рассказывая вам о каких-то своих там, пускай неудачах, пускай достижениях, возможно, я смогу чего-то там добиться, просто нужно не лениться и вот так вот сесть и записать. На самом деле я иногда кучу времени трачу на то, что я просто прокрастинирую и не занимаюсь никакими делами. Меня это ужасно, сильно расстраивает, потому что, чтобы подготовиться к видео, это на самом деле не столько времени занимает. Ладно, допустим, если голова у меня сегодня была с утра чистая, потому что я её помыла вчера. Если вы, например, я её не помыла вчера, вечером перед сном, то я бы сегодня не сняла видео, потому что воду у нас отключили, горячую. Я бы не помыла голову и я бы поленилась нагреть воду и помыть голову. Понимаете, мне было бы лень и я бы, не знаю, провалялась, прочитала книжку, ещё бы что-то поделала, но только бы не снимала это видео. В общем, считайте, что повезло. Допустим, чистая голова, хорошо это занимает там полчаса, помыть, посушить голову, может быть, чуть больше, плюс накраситься. Вот так вот накраситься, как я сейчас накрашена, 15 минут, 20 максимум. В общем, грубо говоря, помыть голову, накраситься, ну, час просто вот так вот. И да, это много с одной стороны, а с другой стороны не так много. Поставить этот свет можно параллельно, да, пока сушится голова, пока ты красишься, тоже можно всё параллельно сделать. Поставить всё свет. Единственное, что вот этот фон, он всегда более-менее готов, потому что всегда более-менее на нём нормально. Фон, который там у меня в других видео, там, конечно, надо прибираться, и это лишнее время. Например, то, что у меня тут за камерой творится, это там сушилка с бельём, ещё там бардак тут на комоде, тут бардак на кровати, коты ещё какая-то фигня. Это всё нужно, конечно, мне лень безумно это всё убирать. Я вообще ненавижу все эти дела домашние, честно говоря. Поэтому такая из меня хозяйка фиговенькая, если честно. Надо не лениться, надо не лениться, находить какие-то моменты, пытаться убыстрить всё себе. Я не знаю как, но, в общем, нужно стараться работать, потому что я никогда не добьюсь ничего в этой жизни. И так моя жизнь и пройдёт, можно сказать, мимо, как и предыдущие годы, которые я, можно сказать, прошляпила из-за своей нерешительности, из-за трусости, из-за лени, из-за всего. То есть я веду уже каналы свои, вот тот лет уже три года. Я из-за лени мало чего добилась, потому что это нужно трудиться, чтобы чего-то добиться, нужно трудиться. А я нифига не делаю, грубо говоря, глобально ничего. Вы представляете, сколько лет, лет 10 точно, до того, как я открыла свой канал, я провафлила, потому что я хотела вести канал ещё тогда, но боялась, боялась осуждения, боялась критики, боялась чужого мнения, боялась там, что родственника как-то или знакомые на меня не так посмотрели. Знаете, что я хочу сказать тогдашни себе? Какая же я была дура, надо было тогда всё это делать, не стесняться, не бояться и делать. Ну, может, не 10, там, лет 7 назад. Я уверена, что 7 лет назад я бы гораздо больше добилась, если бы начала это всё делать тогда. Поэтому, если у вас есть какие-то идеи, если вы что-то хотите делать, забейте. Пофиг на родственников, пофиг на мнения чужих и других людей, пофиг. Делайте то, что вы хотите. Вот серьёзно. Как поздно же я это поняла. А сейчас, в прошлом году, в связи со смертью моей мамы, в связи с какими-то другими событиями, это мне настолько дало задуматься вообще обо всём. Я не хочу упустить свою жизнь. Я не хочу упустить свою жизнь. Вот. И я хочу делать то, что я хочу делать. У меня есть такая возможность. Меня поддерживает мой муж. Конечно, он иногда подшучивает, надо мной прикалывается, но всё равно в любом случае я чувствую его поддержку. Спасибо ему за это большое. Всё. Спасибо за просмотр. Я надеюсь, вам было интересно смотреть это видео. Если вам видео понравилось, поставьте, пожалуйста, лайк и напишите какой-нибудь комментарий. Я буду вам очень благодарна. Поддерживайте мой канал. Всё. Всем спасибо за просмотр. Хорошего вам дня, недели и так далее.